В этой части мы снова посетим Тверскую область, но уже Старицкий район. Итак, вначале в деревню Гурьево-Воскресенское, церковь Николая Чудотворства. По данным энциклопедии, Тверская деревня, Старицкий район, село Гурьево упоминается в Песцовой книге Тверского уезда за 1539-1540 годы. По всей видимости, селение в это время носило название Гурьево-Меньшее. Но в 17 веке деревня уже называется Гурьево-Воскресенское. В церковной летописи есть сведения, что нынешняя каменная церковь во имя святителя Николая была построена в 1877 году на средство помещика Семена Даниловича Коврайского. Живопись сделал старичанин Николай Васильевич Юрлов. Предыдущие две церкви были уничтожены пожаром и ветхостью. Это, скорее всего, типовой проект известного архитектора Константина Андреевича Тона. По такому же проекту построены храмы церковь Иверской иконы Божьей Матери в поселке Лыкошино Тверской области и церковь Петра и Павла в городе Любань. Кстати, Петропавловская церковь также долгое время находилась в руинах, но была восстановлена в начале 2000-х на деньги Октябрьской железной дороги. Архитектор Тон известен тем, что создал русско-византийский стиль храмового зодчества. Среди наиболее известных построек архитектора – храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец. Рассмотрим строение храма. К бестолопному центрическому храму примыкают симметричные прямоугольные в плане апсиды с востока и притвор созвонится на втором ярусе с запада. Ярусная композиция основного объема состоит из двух разновеликих восьмеряков и завершена шатром с луковичной главкой. В интерьере оригинально исполнено восьмидольное перекрытие храма с врезанными в лотки распалубками, необходимыми для усиления конструкции свода широким светлым отверстием по центру. Цветовой восьмерик также перекрыт лотковым сводом. Алтарная апсида и притвор перекрыты парусными сводами. Следующее село Ивановское Ярильцево, церковь Иоанна Предтечи. Предтечинская церковь села Ивановское Ярильцево, каменная, построена в 1779 году на средство местного помещика Василия Федоровича Сухого Кобылина. Имеет два престола, главный во имя Иоанна Предтечи и левый во имя иконы Казанской Божьей Матери. Симметричный, относительно продольной оси храм представляет собой высокий восьмерик на четверике, к которому с востока примыкает продольно вытянутая апсида, а с запада – трапезная и двухъярусная колокольня. Завершает восьмерик глухой восьмигранный барабан с небольшой луковичной главкой. Боковые фасады четверика и трапезной имеют по три арочных проема, оформленных плоскими лопатками с кистями в верхней части и профилированными архивольтами. Грани в основной и отделенной карнизом части восьмерика оформлены парными угловыми пилястрами, а световые и ложные арочные окна обрамлены наличниками с фартуками. Нижний ярус четверик колокольни, декорированный вертикальным рустом, имеет ложные арки с боков и арочный вход с запада. Нижний полуярус верхнего яруса четверика прорезан по сторонам света овальными окнами, а верхний – арочными проемами из вона. Более подробную информацию смотрите в описании к видео. В следующей части мы побываем в самом районном центре Старицы. Ничего затерянного не будет, но будут красивые пролеты над городом и окрестностями. И немного о планах. В наших планах активно развивать проект. Мы планируем поработать на Русском Севере, в Карелии, в Архангельской и Вологодской области. Планируем побывать в Смоленской области, обязательно поедем в восточном направлении, ну и конечно южное направление. Поэтому для поддержки нашего проекта просим подписываться на канал, будет интересно. В заключении предлагаем видеоэтюд под песню в исполнении барс-проекта «Благушин». Передаем им привет и желаем творческих успехов. Ссылку на их страницу ВКонтакте смотрите в описании к видео. С моста идет дорога в гору, а на горе какая грустная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok